МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Юганск новости. Здравствуйте. В студии Инна Новикова и в начале коротко об основных темах выпуска. Добрый день, вы куда? Посторонним вход воспрещен. В детском саду номер 9 для безопасности установили домофон. Реально ребенок начинает делать выбор уже с самого детского возраста. Проголосовали за Илью Муромца. Воспитанников пришкольного лагеря «Созвездие» научили делать правильный выбор. Именно вам, уважаемые медики, в этот день наши самые теплые и признательные слова благодарности. 3 тысячи медиков, сотрудников аптек, больницы, поликлиник сегодня поздравляли с профессиональным праздником. Не успели перейти на оздоровительные программы, как начались проверки. В Нефтьюганске идет приемка детских садов. У дошкольных учреждений было около 10 дней, чтобы исправить недочеты и предстать перед комиссией. Чему уделяют особое внимание в детском саду номер 9, узнала наша съемочная группа. Чужой не пройдет. В детском саду работает домофон, поэтому попасть сюда можно только по звонку. В дошкольном учреждении большое внимание уделяют технике безопасности и антитеррористической защищенности. Самое первое, когда заходишь на территорию детского сада, у нас, конечно, установлен контроль доступа. То есть есть домофон. Родители, видеокамеру показывают пропуск, то, что они являются родителями наших воспитанников, приводят детей. На территории дошкольного учреждения ведется видеонаблюдение. Снаружи работают 22 камеры, а внутри помещений еще 16. Есть тревожные кнопки и запасные выходы, путь к которым свободен. В линии ГОЧС документация в идеальном состоянии. Видно, что люди этим вопросом болеют и занимаются. У меня вопросов на этот день не равны. Не только требованиями Санпина и ТО живет детский сад. По новому закону здесь должна быть создана особая развивающая среда. Есть здесь спортзал с современным мобильным оборудованием, хотя в летнее время гимнастику стараются проводить на улице, если позволяет погода. В зимнем саду ребята учатся ухаживать за растениями и быть в ответе за тех, кого приручили. А также ставят эксперименты и строят маршруты. Дети проигрывают сюжеты, проигрывают переходы из одного дома к другому, то есть прокладывают путь безопасный. Девятый детский сад – один из трех дошкольных учреждений, в котором есть бассейн. С малых лет воспитанники учатся держаться на воде и плавать. Круглый год в помещении поддерживается определенная температура воды и воздуха. В летнее время ребята больше спят около двух часов и больше времени проводят гуляя на свежем воздухе. На смену обязательным урокам приходят беседы, веселые распевки и занимательные игры. Кстати, в девятом детском саду свой профиль – нефтяной. Будущим нефтяникам рассказывают об особенностях северного края и добыте чёрного золота. Образовательный момент заложен и в любимой игре ребят. Кажется, они готовы часами бегать по интерактивному полу с изображением вышек и трубопроводов. Отметим, оснащение и оформление каждой группы соответствует возрасту ребят, которые её посещают. Зайдя в зал, ошибиться невозможно, кто здесь хозяйничает – малыш или воспитанник подготовительной группы. Нашим образовательным дошкольным учреждениям, наверное, нетрудно подготовиться, потому что в течение всего года поддерживается чистота, порядок, санитарно-гигиенические условия, все требования, которые соответствуют безопасности пребывания детей в учреждении. Поэтому нужно было только подправить некоторые моменты. Школы готовы сегодня к началу учебного года, и приёмочная комиссия должна это подтвердить. Всего в Нефтьюганске работает 16 детских садов, один из которых на капремонте. Самое главное, отмечают специалисты, создать условия для качественного, комфортного и безопасного получения знаний. В новом учебном году в дошкольные учреждения пойдут 2000 юных нефтьюганцев. Елена Раянова, Александр Гордеев, телерадиокомпания «Юганск». Сургутский мост на следующей неделе начнут перекрывать. Причина профилактические работы, которые запланированы с 16 по 22 июня. Ограничение движения будет происходить с часу ночи до 4 утра, сообщает Управление автомобильных дорог. Обычно, кстати, специалисты успевают выполнить все работы досрочно. А сейчас простая экономика. В Госдуму внесен закон, запрещающий продажу сигарет женщинам, не достигшим 40-летнего возраста, либо в присутствии их несовершеннолетних детей. Если продавец сомневается в возрасте покупательницы, он может потребовать у нее паспорт, пишет Интерфакс. За нарушение закона, согласно проекту, предусмотрены штрафы. Физические лица заплатят от 3 до 5 тысяч рублей, должностные – от 30 до 50 тысяч. В пояснительной записке автор такой необычной идеи, депутат от КПРФ, отмечает, что женское курение бьет по репродуктивной системе организма, что представляет невосполнимый урон для генетического фонда нации. Федеральная налоговая служба будет бороться с серыми зарплатами с помощью банков. Для этого она автоматизирует получение информации о вкладах населения. Доступ к банковской тайне будет у любого сотрудника инспекции. Теперь даже в рамках проверки юридического лица налоговики станут требовать выписки со счетов сотрудников, чтобы определить, например, не выплачивается ли на предприятие серая зарплата. Информация будет храниться в базе налоговой службы. Центробанк рассматривает законопроект, предполагающий расширение прав банкиров по отношению к заложенному по кредиту имуществу граждан. Он даёт право финансовым учреждениям выступать хранителями находящегося под залогом имущества после того, как на него наложен арест. В результате права граждан на пользование заложенным жильём существенно уменьшатся. Должников будут выселять сразу после решения суда, не дожидаясь продажи квартиры с торгов, как это происходит сейчас. Ипотечных заёмщиков станут переселять в социальное жильё. В это воскресенье россияне отметят День медицинского работника, а в Нефтьюганске врачи, фармацевтов и медсестёр начали чествовать уже сегодня. Для тех, кто стоит на страже здоровья, горожан прошёл праздничный концерт в культурном центре Обь. Мероприятие было организовано под угидой профсоюза работников здравоохранения нашего города. Динар Хизматулин вот уже 12 лет трудится в Нефтьюганской больнице. Врачей в семье не было. Династию они открыли вместе с братом. О белом халате он мечтал со школьной скамьи. Динар выбрал профессию травматолога-ортопеда. Говорит, самое приятное в работе – видеть результаты. Сейчас профессия травматолога очень высокотехнологичная. Благодаря развитию медицины инструментарии очень специфичны и материалы довольно дорогостоящие. Это раньше было гипсогири, а сейчас высокотехнологичная операция. Работники Нефтьюганской больницы и стоматологии, сотрудники скорой помощи и станции переливания крови, а также провизоры и фармацевты. Казалось, церемонии награждения нет конца и края. В медицинских учреждениях Нефтьюганска работают беззаветно преданные своему делу специалисты. И именно вам, уважаемые медики, в этот день наши самые теплые и признательные слова благодарности. Медработников отметили за высокое профессиональное мастерство, безупречную работу, достижение успехов и многолетний добросовестный труд. Всем причастным вручали дипломы, грамоты, благодарственные письма и даже нагрудные знаки. В первую очередь мне бы хотелось сегодня поздравить и поблагодарить ветеранов здравоохранения, тех, кто стоял у истоков создания, основания Нефтьюганской медсанчасти, а фактически у истоков создания отрасли здравоохранения в городе Нефтьюганске. Награды в этот день получили 35 человек. По признанию присутствующих, сегодня состоялся праздник людей самой гуманной и трудной профессии. Добавим, в общей сложности в Нефтьюганске трудится огромная армия единомышленников. Более трех тысяч людей в белых халатах. Елена Раянова, Александр Гордеев, телерадио компания «Юганск». Борьба за кубок. В Нефтьюганске продолжаются соревнования по мини-футболу на призы главы города. Участие в них принимает 10 команд. Накануне наша съемочная группа побывала на захватывающих матчах врачей, полицейских, нефтяников, транспортников и ветеранов спорта. Вторую неделю на стадионе «Нефтяник» кипят футбольные страсти. В этом году за кубок города борются 10 команд. Все они уже знакомы и тактику игры друг друга знают наизусть. И это только добавляет конкуренции. Я вас приветствую. Я желаю вам хорошей, командной, слаженной борьбы, бескомпромиссной, но основанной на взаимоуважении. На одной стороне поля хирург, терапевт, стоматолог, мамолог и врач скорой помощи. А на другой – хранители правопорядка. Символично – медики в белом, полицейские в синим. Силы практически на равных, говорит Гаджи Мусалаев. Капитан сборной нефтьюганской больницы даже поменялся сменой ради матча. Два раза в неделю, как правило, мы всегда собираемся, так-то тренируемся. У нас свои турниры бывают среди медиков. Областные, окружные, мы туда ездим. По словам судей, лидирующей позиции пока занимает команда ССК и Блик. Однако говорить о первенстве пока рано. Впереди еще несколько матчей, а итог поставят финальные игры в День России. Регламент такой, что победители подгруппу первое-второе место занимают и выходят четверку сильнейших. Потом победитель первой подгруппы играет со второй командой, второй подгруппы и крест-накрест и наоборот. У команды Блик несколько месяцев не было стартов, говорит тренер. Однако на Кубок города вышли в полной форме. Ребята настроены только на победу, и даже плохое настроение или снежная погода не влияют на стремление к высотам. Да, конечно, в этом году хотелось бы немножко погода, чтобы была потеплее. Но тем не менее, надо привыкать к любым условиям, побеждать надо достойно. Сегодня в 7 вечера на стадионе «Нефтяник» встречаются команды Блик, РННФОРМ, Динамо ССК, Алания Ветеран и НГБ Интер. А уже завтра состоятся полуфинальные встречи. Андрей Сакара, Светлана Ряписова, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Кощей Бессмертный, Емеля, Баба Яга или Илья Муромец. В летнем пришкольном лагере «Созвездие» сегодня прошли выборы в сказочной стране. Уникальные для города события провели на базе действующей и первой в округе молодежной участковой избирательной комиссии номер 254 имени Евгения Петропавловского. Все три отряда лагеря «Созвездие» сегодня пришли на выборы. В сказочной стране единый день голосования. Здесь почти нет бутафории. Горны, кабинка – самые настоящие. Единственное бюллетени – сказочные. Форму, правда, постарались сохранить оригинальную. Почему решили начать с этого возраста? Потому что реально ребенок начинает делать выбор уже с самого детского возраста. Играть ли ему в игрушки, играть ли в куколку или в машинку, пойти гулять на улицу или посидеть, почитать книгу. Дальше после 16 лет пойду ли я учиться или уже пойду работать. Эти юные избиратели на свои первые настоящие выборы пойдут только через лет 10. Но уже сегодня ребята знают, что такое «Гзитпол» и как сделать голосование честным. Следила за порядком на участках сказочная избирательная комиссия. На столь ответственные должности воспитанников лагеря выбирали по результатам викторины. Да, честно. Правда, некоторые хотели другого выбрать. Но когда услышали, что кто-то выбирает другого человека, они тоже выбирают не Коще Бессмертного, а Илью Муромцев. Сказочные выборы провели в первом лице на базе молодежно-участковой избирательной комиссии. Она единственная в округе. Ее организовали в октябре прошлого года. День голосования в пришкольном лагере стал для ребят своеобразной репетицией перед настоящими выборами губернатора Тюменской области, который им предстоит провести уже 14 сентября. У нас 9 человек в нашей комиссии. Все ребята, студенты, работающие студенты. Днем учатся, вечером работают. Все, они все у нас возраст от 18 до 30 лет. 80 избирателей и 4 кандидата. По-староверски в Цари, на современный лад в президенты. Баба Яга, Кощей Бессмертный, Емеля и Илья Муромец. Перед началом голосования избирателям зачитали предвыборную программу каждого кандидата. Кирилл и Дмитрий уверены, чтобы не ошибиться со своим выбором, важно следить за жизнью претендента. Чтобы все было честно. А то кто-то хочет того, кто-то хочет этого. После подсчета голосов выборы состоялись. И как и в любой сказке, добро победило зло. Президентом сказочной страны стал Илья Муромец. Мария Сераева, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас» в «Нефтьюганске». Делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова